это здесь будет у нас надья примерно чуть больше метра это будет за ходу на для огня чтобы не раскатилась такие колышки кора тоже обычно у дерева достаточно сыроватая, даже вроде сухая, поэтому для ноги надо немножечко оскурить вот так вот, а тут уже звенит дерево, хорошее хорошо, 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 Матвейка толстый принес о, подкидывай, да, прям тут уже, прям таким большим уже бросай костер тоже их хороший, но он же будет нормально гореть ты его чуть помельче сломай, чуть-чуть помельче сломай ломай, ломай короче ломай вот, смотри, поддувало, замечательно работает когда нет, тогда нет такой замечательной штуки, можно шапкой можно снять курточку, если дрова сыроватые, можно таким способом немножечко, вот, можно, значит, над этим костром уже можно подвешивать котелок у нас есть котелок, подвешивать можно разными способами котлы когда ты на один день, на один раз, там, пришел, пообедай быстренько может самый простой способ, вот так подвесить вот это самый элементарный таежный способ и подвешивается в землю, или там камушком, чем угодно, бревном приловил, чтобы не упало чтобы не скользила, здесь делаешь засечку это первый способ еще способ, самый классический это рогатуленка одна рогатуленка, вторая рогатуленка вот так вот, раз, это самый классический способ вот такой вот это, значит, я обычно с собой беру 1-2 крючка металлический крючка, чтобы вот так вот снимается с продергиванием котла просто короткий, средний и длинный пример, вот такой длинный там 15, от 10 сантиметров до 20 разные, там, три, беру для чая, для похлебки и подвешиваю ну, еще есть один способ вот я сейчас тоже покажу он, при ноге, он, наверное, самый такой разумный потому что здесь достаточно не очень удобно а вот этот способ, который я сейчас покажу мне нравится я его частенько использую вот такое элементарное сооружение вроде бы как я так вот делаю оно довольно устойчивое немножко вкликаю вот так вот достаточно примитивное но работает и вот такой способ мы попьем чаю сегодня наберем силу с собой мы заварки не брали потому что заварку мы найдем здесь что и где красиво у нас будет что это мне нравится можно регулировать любые на любую высоту вот так подвешил и пусть он висит любую высоту может так сделать можно так сделать как угодно вот так вот пока у нас закипает чирек мы сходим с ребятами позабираем что у нас в лесу тут есть что будем заваривать что будем пить ну мы тут долго не ходили по лесу и поэтому нашли вот только черемуху веточки черемухи и сосна вот сегодня у нас будет черемухова сосновая сосновый напиток вот мы сейчас их накидаем вот сейчас разгорится а еще будет задобрен еще а вот и не надо сейчас ты сажу поднимаешь вот так вот это будет целебный напиток способен поддержать ваши силы в течение дня вечером и снова сделаем но пока за вечер далеко мы бы сходим еще на пуску леса здесь здесь густой темный лес фурман как говорят сибиряки здесь немножко маловато а если выйти на южный склон горки туда вот солнышку ближе там мы можем найти и шиповник и малину и может быть даже и земляничку на опушке леса а здесь пока нет поэтому мы сегодня ограничимся сейчас чай закипит у нас почти закипит у нас сгибает чаек вот сейчас мы подложим тут он уже разговаривает скоро у нас будет замечательный напиток опавшую снегу вода снеговая там иголочки пихты попадают вот большие это кедра и вода такая снеговая с иголками хвойные деревья чай получается копченый потрясающей вкусноты называется копченый чай у меня знакомый психолог ездил в Индию на семинары всякие разные в Америке бывал так вот он говорит а он привез деньги привез копченый чай за бастословные там деньги купленные там большие-большие деньги и когда он нам нас угощал чай заваривается в открытом виде то есть не закрывается и когда я его попробовал как один к одному это же с легким запахом дегтя это копченый чай может сделать в наших условиях сейчас давай очистим от снега маленькую вот такую шишечкой веточку вот красиво одной хватит а то будет слишком горько вот мы сейчас это окрас сейчас у нас разгорится и под каждым кустом нам готов и стол и дом вот так вот вот уже сейчас скоро закипит воскресный вечер с Сережей ну может не знаете ребята может быть и знаете нет наверно не знаете что можно кипятить конечно чай в котелке в ведре в банке да из-под там сгущенки например там да из какой-нибудь там железной железной баночки но еще оказывается можно кипятить воду в бумажных стаканчиках и даже в пластиковые бутылки сейчас я не стал брать с собой потому что это долго будет надо дождаться когда будут равномерный жар угли будут и вот на этих угольках аккуратненько можно кипятить воду пластикой в бутылке например полторашки в следующий раз я думаю это мы сделаем а сейчас мы попьем чайку вот таким у нас будет ничего она не прогорает нет там с той стороны хорошо горится нет нет имеется в виду бутылка бутылка нет она кипит вы все увидите чуть позднее как нибудь в следующий раз закипит единственное условие надо крышечку снимать крышку снимать и варить варить чай готовить чай надо на медленном на жарких углях не на не на большом огне не на пламени таком но у нас работает надья вот если посмотреть с той стороны пищать пищать на подстилок будет очень красиво на подкоп пищать метод что они теплые так пищать на синенькую тупее будет вот и вот как красиво работает у нас надья видите она все для того что но ночью ночью чтобы эти же сучьи прогорят скоро вот поэтому надо подкладывать еще такой бревной регулятор то есть короткое бревно примерно метод длиной она подкатывается подкатывается значит ну вот я сейчас возьму покажу маленькая палочка но надо примерно такого же диаметра как и вот основное вот так вот мы его положим на ночь глядя и оно будет вот такой высоты примерно такой толщины и когда ближе огонь будет сильнее и когда раскатим вот так вот огонь будет поменьше еще дальше еще потом ночью проснешься я обычно кладу около себя такой небольшой посох раз вот подтолкнул или обратно оттолкнул и тогда регулируешь уже силу огня можно еще и третье бревно положить тогда будет представляете стена огня а так как у нас здесь все это будет закрыто у нас сейчас пока варится чай мы можем уже наломать веток и закрыть закрыть сбоку закрыть ветками торцы нашего шалаша и вот так наложить вот сколько тут всяких сухар стоит много веточек и все аккуратненько и все и когда здесь будешь сидеть и сейчас это прекрасно без варежек хотя на улице градусов 15 может 12 но все равно тепло и замерз чуть-чуть вот а у нас замерзли руки потому что мы в работе все время и поэтому хорошо так и живем у нас Сережа активный волейболист каждый воскресенье каждый воскресенье волейбол деревня на деревню стенка на стенку вот у нас чай напиток закипел вот видите уже закипел все мы сейчас его аккуратненько снимем вот палочкой а то переварится сейчас мы с ними вот так вот так вот так уберем уберем эту а вместо нее мы сделаем оооо ооо это будет настоящий сибирский копченый чай так так В качестве отдыха мы выбрались посидеть и отдохнуть День замечательный, солнце разгулялось, день сегодня сквозь елки и сквозь сосны, пихты проглядывает голубое небо А вчера, позавчера валил снег, дня три или четыре наверно снег у нас падал Ну ладно, сделали мы костер, кто хотел посмотреть Ничего здесь экстраординарного нету, это просто нужно внимательно И время, да, и время Ну и выбирать место Конечно желательно так вот, под поляночкой, чтобы под деревьями поляночка находилась Запас дров, надо уже заранее, когда идешь, готовишься к ночлегу Смотришь, выбираешь место, чтобы было конечно с дровами Жизнь в тайге, на самом деле, она не какая-то сказочная Не нужно здесь таких супер каких-то умений, просто нужно быть внимательным Нужно аккуратно делать, да, в принципе-то По большому счету, никаких тут особых секретов то нету Никто вам там не будет рассказывать какие-то сказки Ну и вот закон конечно такой, таежный Не навреди природе Лишнего, лишнего не руби Лишнего не бери Это вот очень важно Сейчас мы тут все это подзатушим А потом я попозже приеду Все это отсюда вывезу, заберу Не складировать Почище после себя оставим Потому что это уже деревня все Конечно После себя конечно прибирать Это закон уже Все что можно, все что не горит Можно аккуратненько закопать Не оставлять после себя мусора Вот так А чтобы не оставлять после себя мусора Лучше лишний мусор в тайге не нести Да Всякие там ненужные вещи Кто там наберут всяких чипсов, пакетов Кто все набросает Зачем? Особенно на берегах рек, озер Озер Это просто Каждый раз едешь Мешки потом вывозишь Там собираешь После всех Если даже провезли что-то Так вы не поленитесь Не только собрать В пакет это Но и вывезти до мусорки ближайшей Не надо оставлять это на берегу Думаете Пакет долго сохранить что ли Мусор так же развалится Все это рассыпается Кучами Настолько Приезжаешь потом И прежде чем Начать рыбалку Чтобы отдохнуть душой Начинаешь все это дело Убирать вокруг Убираешь, убираешь Свои мешки сложил Потом вроде как Потому что Сидеть целый день Смотреть на мусор Знаете Это никакой не отдых Это Душа наоборот Начинает Страдать От этого всего Так что Берегите свою природу Она к вам Отнесется так же Хорошо Как и вы к ней Ладно Получится несколько роликов Те кто Хотел На нас просто посмотреть Пообщаться Вот Приезжайте в гости Вот так вот Мы Вам показываем Наша Последневная Обычная жизнь Она происходит Каждый день Практически Для нас Это не экзотика Ну На лыжах Дети Выросли Внуки Подросли На лыжах Сейчас зима Лыжи Это здорово Ближайшие горки Будут наши Здоровья Приходите еще Мне с вами интересно Замечательно Ух У меня Желание Подарить Топор Для долгой памяти Сейчас Мы выйдем И ты С этой кучей Выберешь Туда Хотел Себе Мураль Чтобы У тебя Память О нас Оставалась Ха-ха-ха-ха Что Итак Поех Programm Продолжение следует...